Депрессия лучшие варианты лечения Большинство экспертов по охране психического здоровья считают, что лучшим природного лечения депрессии говорит Виды разговора терапии включают когнитивно-поведенческая терапия, межличностная терапия и психодинамическая терапия Как группа, эти формы терапии депрессии называют психотерапией Другие виды природных методов лечения депрессии, которые часто используются включают пищевые добавки Упражнения, медитации и иглоукалывание Психотерапия, с или без лекарств, является лучшим способом для лечения депрессии Советует Ричард Шадик, доктор философии, директор консультационного центра и адъюнкт-профессор психологии в Университете Пейс в Нью-Йорке Тем не менее, он добавляет, есть некоторые альтернативные методы лечения, которые могут помочь легкой и умеренной депрессии Естественные методы лечения депрессии Упражнения Физические упражнения, если все сделано правильно, являются одним из наиболее перспективных природных методов лечения депрессии Это поднимает настроение быстро и надежно Недавний обзор всех доступных контролируемых исследований, которые сравнивали упражнения с либо без обработки или другого типа установленного лечения у людей с диагнозом депрессии к выводу, что физические упражнения действительно облегчат симптомы депрессии Но насколько эффективно и какой тип упражнений лучше всего еще предстоит увидеть Многие исследования, возвращаясь к 1981 году, поддерживают использование физических упражнений, как часть плана лечения для легкой до умеренной депрессии Большинство экспертов предполагают, примерно от 30 до 60 минут в день умеренные физические нагрузки, чтобы поднять настроение Природные методы лечения депрессии, медитация и йога Методы релаксации, такие как йога, глубокое дыхание, прогрессивно-мышечная релаксация и медитация все были использованы для облегчения симптомов депрессии и уменьшить стресс Эти методы разума и тела могут способствовать чувство радости и благополучия Используя те же методы медитации, которые называются осознанность на основе когнитивной терапии Некоторые исследования показали, что медитация может уменьшить риск рецидива большой депрессии Естественные методы лечения депрессии, диетические добавки Многие люди используют травы или пищевые добавки, как природные методы лечения депрессии Важно помнить, что некоторые из этих добавок могут иметь побочные эффекты или могут мешать с другими препаратами Сами, ССД-Нозил-Л-Метионин, является синтетическим добавка, которая производится из природных белков в организме Он был использован для лечения депрессии, а также остеоартрит и заболевания печени В обзоре Агентства по здравоохранению и качеству исследований нашли 47 исследований, в которых гептрал использовали для депрессии и пришел к заключению, что гептрал работали лучше, чем плацебо Природные методы лечения депрессии, иглоукалывания Акупунктура все чаще используется в качестве естественного лечения депрессии Одной из областей, где акупунктура была изучена для депрессии в депрессии, связанной с беременностью Из-за возможных побочных эффектов лекарственной терапии у женщин, которые беременны, иглоукалывание бы ценной альтернативой В исследовании, опубликованном в журнале «Аффективных расстройств», 61 беременных женщин с большой депрессией лечили иглоукалыванием специально предназначенной для лечения депрессии Общая акупунктура, не предназначаться депрессией, или с массажной терапией Женщины, которые были обработаны с помощью акупунктуры, специально предназначенную для депрессии имел скорость отклика 69% Для сравнения, уровень ответов были ниже для тех, кто получил общую акупунктуру, 47%, или массажная терапия, 32% Если у вас депрессия, работать с вашим доктором, чтобы найти лучшее лечение Если вы решили попробовать природные методы лечения депрессии, сообщите своему доктору Помните, что некоторые из наиболее эффективных способов вы можете помочь вашей депрессии К тому же принимать лекарства включают хорошо питаться, получать достаточно сна, избежать стресса, и иметь хорошую систему поддержки Упражнения Регулярные физические упражнения могут быть столь же эффективны при лечении депрессии, как лекарства Мало того, что упражнения повысить уровень серотонина, эндорфинов и других хорошего самочувствия химических веществ мозга Это вызывает рост новых клеток мозга и связей, так же, как антидепрессанты Лучше всего, вы не должны тренироваться к марафону с целью извлечения выгоды Даже получасовая и ежедневная прогулка может сделать большую разницу Для достижения максимальных результатов, цель в течение 30 до 60 минут и рабной активности на большинстве дней Питание Правильное питание имеет важное значение как для вашего физического и психического здоровья Питание маленьких, хорошо сбалансированное питание в течение всего дня поможет вам сохранить вашу энергию и свести к минимуму перепады настроения В то время как вы можете быть обращено на сладкие продукты для быстрого повышения они обеспечивают, сложные углеводы являются лучшим выбором Они будут получать вы собираетесь без слишком уж скоро авария сахара Спать Сон оказывает сильное влияние на настроение Если вы не высыпаетесь, ваши симптомы депрессии будут хуже Лишение сна усиливает раздражительность, капризность, печаль и усталость Убедитесь, что вы получаете достаточно сна каждую ночь Очень немногие люди делают хорошо на менее чем за 7 часов в сутки Цель где-то от 7 до 9 часов каждую ночь Социальная поддержка Сильные социальные сети снижают изоляцию, что является ключевым фактором риска для депрессии Хранить в постоянном контакте с друзьями и семьей, или рассмотреть вопрос о присоединении класса или группы Добровольчество является прекрасным способом, чтобы получить социальную поддержку и помогать другим, в то же время помогая себе Сокращение напряжения Внести изменения в вашей жизни, чтобы помочь управлять и уменьшить стресс Слишком много стресса усугубляет депрессию и ставит вас на риск для будущей депрессии Возьмите аспекты вашей жизни, что стресс в вас, таких как работа, перегрузки или отношения неблагоприятной И найти способы, чтобы свести к минимуму их воздействия Если вы подозреваете, что вы можете быть в депрессии, и изменения образа жизни не работали Чтобы назначить встречу, чтобы увидеть ваш врача первичной помощи и для тщательного обследования Если ваша депрессия является результатом медицинских причин, терапии и антидепрессанты будет мало, чтобы помочь Депрессия не будет поднимать до тех пор, лежащую в основе проблемы со здоровьем не идентифицируется и лечение Ваш врач будет проверять наличие медицинских условий, которые имитируют депрессии А также убедитесь, что вы не принимаете лекарства, которые могут вызвать депрессию как побочный эффект Многие медицинские условия и лекарства могут вызвать симптомы депрессии, включая печаль, усталость и потерю удовольствия Гепатериоз, или пониженная щитовидная железа, является особенно распространенным настроением попойка, особенно у женщин Пожилые люди, или тех, кто принимает много разных лекарств каждый день, подвержены риску взаимодействия препаратов, которые вызывают симптомы депрессии Чем больше лекарства, которые вы принимаете, тем больше риск лекарственных взаимодействий Обсуждение терапии является чрезвычайно эффективным средством для лечения депрессии То, что вы узнаете в терапии, дает навыки и понимание, чтобы помочь предотвратить депрессию от возвращения Есть много видов терапии доступны Три из наиболее распространенных методов, используемых в лечении депрессии, включают в себя когнитивно-поведенческая терапия, межличностная терапия и психодинамическая терапия Часто используется смешанный подход Некоторые виды терапии научат вас практические методы, как реструктурировать негативное мышление и использовать поведенческие навыки в борьбе с депрессией Терапия также может помочь вам работать через корень вашей депрессии, помогая вам понять, почему вы чувствуете себя определенным образом, что ваши триггеры для депрессии, а также то, что вы можете сделать, чтобы оставаться здоровым Когда вы слышите слово «лечение» вы можете автоматически думать о сессии один на один с терапевтом Обе групповые и индивидуальные сеансы терапии обычно длится около часа В индивидуальной терапии вы создаете прочные отношения с одним человеком и может чувствовать себя более комфортно разделяя некоторую конфиденциальную информацию с одним человеком, чем с группой Вы также получите индивидуальное внимание Не исключаю групповой терапии, однако Прослушивание сверстников, проходящих через те же борьбы может подтвердить свой опыт и помочь построить чувство собственного достоинства Часто члены группы в разные моменты их депрессии, так что вы можете получить советы от обоих кто-то в окопах и кто-то, кто работал через сложные проблемы А также предлагает вдохновение идеи Посещение групповой терапии также может помочь увеличить социальную деятельность и сеть Продолжение следует...